Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Возле памятника Александру Невскому во Владимире ряженые ливонцы сразились с русичами и проиграли. Исход битвы был предрешен заранее. Участники разных клубов исторических реконструкций разыграли театрализованное представление, посвященное 775-й годовщине победы русских воинов на Чудском озере. И здесь почти все, как было тогда. Исторические костюмы, мечи и самая настоящая схватка. Я представляю русского витязя, дружинника, собственно, под руководством Александра князя. Александр Невский человек был хороший тактик, и поэтому русским он заранее... Немцы думали, что это они напали, они ошиблись. Александр, он заранее расположил войско как надо, зная тактику немцев, поэтому победа далась хорошо. Но не без помощи, опять же, таланта русских воинов и русского дара полководчества. Приходится изучать, какой у тебя костюм, по какому веку ты его делаешь, какой именно народ. Вот сейчас у меня костюм финно-угров. Меч он весит, не знаю, мы сколько. Я даже не могу сказать, наверное, килограмма 3-4, это точно. Но он очень тяжелый, надо его удержать в руках. Вот я попробовала, мне это очень сложно удалось. С 775-летним юбилеем победу на Чудском озере всех участников театрализованного представления поздравил Виктор Кауров. Это день победы. День победы над иноземцами. Не нужно никогда угрожать России и ставить ее на колени. Потому что мы русские и с нами Бог. Сегодня под знаменами и именем Александра Невского идут бой полки и формирование вооруженных сил России. И сегодня военные на дальних поступах защищают Россию от угрозы мирового терроризма. В день победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями лучшие клубы исторических реконструкций наградили памятными подарками. Борис Пучков, Стас Треговов, Губерния 33.